Лучшая спортсменка на уровне 2013 года. Это Анжела Поранова, Стрихва. Когда вы узнали, что вы чемпионка Европы, какая первая лица в вас посетила? Потому что я готовилась к этому. Улучшить результаты в вашей силе, и я была рада, что это возможно. Евгений, где сейчас находится дальше? Она в Тальярской Аперсине, в Весен-Данилове, в последний футболинский сбор, там высота 1500 метров на 0,5 метров. Это примерно так, как в Сочи. К сожалению, у нас победение итогов всегда в каком-то время, когда у нас есть спорт. И это заниматься на битном уровне, находиться и на соревнованиях. Вот, к примеру, какой-то ситуации. Лучшей командой «Нарбург». Под итогом 2013 года стала женская команда стрелков по эмбурской спортивной школе. Команду составят Валерий Калюхиной, Юрий Сомолевой и Валерий Шкавар. Мучает меня один вопрос. Наближение психологическое на соревнованиях на стрельбе, наверное, такое, что еще надо искать. Как вы с ним справляетесь? Ну, это очень сложно. Очень сложно для людей. Не каждый раз у нас это получается. И если что-то идет не так, то результаты в моментах лучше, чем должно быть. Это правда, что стрельба – спорт, нервы. Это только очень сильные люди могут поддержать, если честно. Если посмотреть на Анжелу, ей можно только позавидовать, ее нервам – это надо очень стараться, что ли. Отращивайте нервы и убивайте нервы. Турнин «Поцедон» Кубок «Нарба» 2013 года. Организатор – Иван Новицкий. Что вы можете сказать? Похоже, я хочу рассказать. В целом году, чтобы больше и больше участников. А вы понимаете, география турнира? Ну, будем говорить так, со дня основания, наверное, дзюдо здесь, наверное, соответственно, мы старались провалить на уровне начальника первенства города, открыть вот эти цели. Но затем мы стали делать, проводить международные турниры и, в конце концов, закончить тем, что стали проводить Кубок «Нарба». Соответственно, спасибо всем, кто поддерживает этот турнир. Далее я приглашаю Надежду Захаренкову, организатору «Поцедон» и героиню «Поцедон» и «Настя». Надежда, когда Кубок «Нарба» станет каким-то очень рейтинговым соревнованием, не получится. Ну, чтобы рейтинговый получить международный статус, потолок у нас соответствует, но у нас не соответствует пол. У вас за спину стоит статья комиссии, поскольку. У нас, к сожалению, или краткость, у нас должен быть помост, который должен из-за них уезжать. Его можно сыграть на соревнования, но стоит дорого. Тогда уже будет рейтинг. Александр Караваев, организатор «Поцедон» и «Напорство». У нас сейчас в развитии контактов очень много интересных предложений от компаний, российских промоутерских компаний, европейских боксовских клубов. Даже с Аргентины там хотят приехать. Поэтому я думаю, что в ближайшем будущем у нас будет возможность с вашей помощью принимать здесь очень высоких гостей и делать бои мирового класса. И я хотел бы поблагодарить от имени всех организаторов турнира, от имени участников и гостей, а также семей, воспитывающих детей с недостатком здоровья, в поддержку которых был проведен турнир «Битва по Нарвой». Благодарность городской управе, городской управе, отделу культуры, спортивной школе «Энергия», моему тренеру Анатолию Федоровичу Козловскому и всем спонсорам и друзьям, которые поддерживают и помогают нам в проведении «Битвы по Нарвой». Александр Караваев! В Аргентине есть не только футбол. В Аргентине очень много и боксеров, и футболистов. Но на самом деле вот к нам хотели приехать чемпионы мира по боксу и Николай Балуев, всем известный, и Костя Зюн. «Так зачем же дело с тобой?» «За деньгами». «За деньгами». «Битвы по Нарвы по Нарвы по Нарву 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 по Продолжение следует...